Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Все мы с вами привыкли, что шахматы чисто мужская игра, и очень многие из нас забывают, что прекрасная половина человечества тоже умеет играть в шахматы, причем на весьма приличном уровне. Если вы девушка, ну и если даже ваша фамилия не Полгар, и вы не Хоу и Фань, то вы тоже можете научиться играть в шахматы на высоком уровне и создать немало очень красивых партий. Сегодня мы с вами поговорим о шахматистке, которой знает весь мир, но не благодаря ее чисто шахматной силе, а благодаря тому, что она на данный момент является женой известного армянского гроссмейстера Ливона Ароняна. Речь пойдет, конечно, об Ариане Кауиле. Это шахматистка родом из Филиппин. Она дважды играла за эту страну на всемирных шахматных олимпиадах, ну а в 2004-м перешла под эгиду Австралийской шахматной федерации и представляла эту страну на этих форумах уже 5 раз. Ариана является международным мастером среди женщин. У нее рейтинг текущий достаточно низкий, но пиковый рейтинг переваливал за 2300. И в этой партии она играла против австралийского международного мастера Гарри Лейна. Этот шахматист достаточно известен в шахматных кругах, очень сильный рейтинг под 2400. Он является автором нескольких дебютных монографий. И в любом случае, как мы понимаем, такого шахматиста обыграть очень-очень сложно. Но Ариане это удалось, причем она здесь белым играла против такого острого дебюта, как голландская защита. Она сыграла С4 и в ответ получила Ф5. Черные здесь не церемонятся, сразу показывают, что готовы выстроить построение под названием голландская защита. Но какой из трех вариантов они здесь изберут? Может быть это будет каменная стена, может быть система Елена Женевского или острый ленинградский вариант. Посмотрите, что дальше было. Конь Ф6, Ж3 и после Ж6 все стало понятно. Это ленинградский вариант, очень интересная дебютная система. Вот такой гибрид голландской защиты и староиндийской защиты. Слон Ж2, дальше играет белая. Слон Ж7, Д4, рокировка. Конь Ф3, Д6. По теории действуют оба соперника, вернее соперница и соперник. Ферзь Е8 здесь ход. Здесь есть ход также С6, Конь С6. Ход Ферзь Е8 чаще всего так черными играл известный украинский игросмейстер Владимир Маланюк. Он даже написал монографию на тему голландской защиты, именно ленинградского варианта, где рассматривал именно этот ход. Но вот в этой ситуации черные зачем пошли на Е8? Для того, чтобы провести без помех Е5. Ну а белые, соответственно, здесь мешают это сделать. Ходят Д5. При этом поле на Д4 освобождается для их королевского коня. В этой позиции черные могут пойти Коня 6, С9 и завести Коня на С5. Они могут сыграть А5, подготавливая место для Коня, чтобы не было Б2, Б4 хода со стороны белых. Но вот в этой позиции Гарри Лейн сделал менее известный ход. Слон Д7. Далее следует ход Конь Д4. Мы видим, что Ариана держится за поле Е6. Ну и дальше после Коня 6, Ладья Е1, С6, она проводит Е4. В принципе, все по стандарту. Дальше происходит размен на поле Е4. Взяли-взяли. ЦД и ЦД. В результате разменных операций в центре у белых образовалась изолированная пешка. Правда, мы замечаем, что она будет поддержана слоном. Ну а у черных образуется отсталая пешка Е7, которая находится под давлением тяжелой фигуры белых. Здесь черный играет Конь С5, нападая на Ладью. И Ариана отходит Ладьей на Е1. Ферзь Ф7. Нападаем на пешку. Развитие и защита. Слон Ф5. После этого хода партия черных начинает потихонечку катиться под откос. Возможно, не стоило спешить с этим ходом. Был ход Ладья С5. Был ход А5. Но стоит отметить, что все же позиционное преимущество белых здесь не вызывает сомнений. Но после хода С5 Ариана побила здесь конем. И вот здесь Гарри Лейн сделал уже практически решающую ошибку в этой партии. Он побил пешкой. Но вот какой смысл этого хода? В том, что где-то он дальше может быть хочет Ф4 продвинуть эту пешку вперед. Но лучше было все-таки побить вот в этой позиции Ферзем. Продолжая контролировать вертикаль Ф. После взятия последовало Слон Бьет С5. Это именно тот ход, который нужно было сделать. И дальше делается ставка на пешку Д. Как мы видим, таким образом белые вскрывают диагональ А2, Ж8. И сейчас есть угроза Слон Д5. На доске разноцветные слоны. Но вот этот белопольный слон намного мощнее, чем его чернопольный коллега. Слон Д4. Перекрыли здесь мы вертикаль. И, соответственно, Слон Д5 сейчас невозможен такой ход. Но Ладья Бьет Е7. Ферзь Ж6 сыграли черные. Ферзь Б3 снова шаг. Король Х8. Ферзь Б7. Проблемы черных в этой позиции заключаются в том, что белые полностью контролируют седьмую горизонталь. И при этом очень сильна их проходная пешка Д, которая стремится вперед. Далее. Ладья АБ8. Ферзь С7. Ладья ФС8. Ферзь Бьет А7. Но здесь белые сразу не хотели бить пешку на А7. Но их заставили. Ну и в этой очень трудной позиции Гарри Лейн совершает решающий зевок. Он играет Ферзь Бьет Д6. Настолько ему надоела эта пешка, что он зевает просто мат в два хода. Дело в том, что вот в этой позиции даже в случае лучшего Ладья Бьет Б2 был выигрыш. Очень интересный вариант дальше. Д7, Ладья Д8, Ладья АЕ1 с угрозой Ладья Е8. И даже можем вот здесь слон Бьет Ф2 допустить. Отдать Ладью. Но дальше после хода Ферзь С7. Здесь белые без Ладьи, но они побеждают. Они напали на Ладью Д8. Ладья защищает Ладью. Дальше Ферзь Е5 шаг. Но не для того, чтобы выиграть, вернее отыграть слона на Е1. А потом еще дать шаг своим слоном. И здесь завести Ладью на Х7. Угрожать ходом Ладья Х8. Отдать эту Ладью и поставить вот здесь мат после Ферзи Ф6. И на Ферзи Ф7 будет Ферзь Бьет Ф7. Это мат. Красивый очень вариант. Белые без двух Ладей, но они здесь матуют. Ну а партия закончилась здесь буквально в два хода. После вот этого ужасного зевка Ферзь Бьет Д6. Ариана побила на Х7 Ладьей. Ну и здесь ввиду такого тривиального Мата путем Ферзи Ф7. Австралийский международный мастер признал свое поражение. Вот такой форменный разгром учинила эта шахматистка. Известному международному мастеру в голландской защите. Как мы видим красивые девушки могут также создавать и красивые шахматные партии. Ну а я благодарю вас за внимание. До свидания.